Здравствуйте, друзья! С вами Надежда. И сегодня мы с вами отправимся в славный город Екатеринбург. Прогуляемся по его улицам, посмотрим скульптуру, архитектуру и побываем в музеях. Итак, поехали! Интересно, что в городе много уличных скульптур. Был конкурс среди скульпторов, который проводила мэрия города. И теперь победители выставляют свои работы в парках города. Они уже стали визитной карточкой города. Влюбленный, Эх, Прокачу, Банкир, памятник братьям Люмьер и многие другие памятники. Перед вами памятник Банкиру, который установлен в центре города. Вот перед вами памятник изобретателю первого в мире двухколесного велосипеда. Ефиму Артамонову посвященный. И там есть даже надпись. Легенда гласит, что будущего изобретателя в 14 лет отправили на завод, находящийся в Нижнем Тагиле. И так получилось, что добираться до отца, который работал на пристани, было очень далеко, 80 верст. И тогда и зародилась идея создания самоката. После его изобретения хозяин завода, на котором работал Артамонов, послали молодого человека с самоходом в Москву, дабы удивить Александра Первого. Это был первый зафиксированный велопробег на территории России. На улице Вайнера есть такая скульптура, которая называется «Друзья». Она органично вписана в дом купца Телегина. А изображен здесь кузнец в центре композиции. Его собака предана, заглядывающая в глаза хозяину. А слева, как бы из окна конюшни, выглядывает голова лошади. И так мы с вами вышли из метро. И мы сейчас находимся в самом центре города Екатеринбурга. Предлагаю вам сегодня отправиться в очень интересное место, в большую галерею, главный проспект. Вот такая снежная погода была в марте. Я была совсем недавно, на прошлой неделе в Екатеринбурге. И вот уже снег начинает таять. Такие зеркальные лужи на улицах образуются. Конечно, очень красиво. Снег смотрится на скамейках. Графика просто готовая для художника. И вот мы в Международном центре искусств. Главный проспект. Итак, поехали смотреть выставку. Сейчас мы в музее смотрим Александра Алексеева. Русский лад. Уральский живописец. Член Союза художников. Друзья, всем привет! Сегодня мы в Главном проспекте смотрим выставку. Я вас взяла с собой. Будем смотреть вместе. Работа Алексеева. Вот это Екатеринбург, как сейчас выглядит. В марте снег. Вчера такая метель, так снежно было. Вот такая красивая стеклянная галерея. И работы Алексеева. Сейчас познакомимся непосредственно с творчеством этого художника, который родился в городе Челябинске, окончил Средловское художественное училище, участвует во множестве международных выставок, областных, городских. И был один из самых популярных живописцев, молодых мастеров 70-80-х годов. И социальные проблемы, гротеск, в его произведениях уживаются с таким мягким юмором. А в 90-х мастеру близки наивно-повествовательные композиции, эффектные портреты, величественные натюрморты, которые как бы погружают зрителя в мир цвета, полные ассоциации, метафор, цитат и намеков, а также размышлений и ощущений. Основная тема творчества – сказочный реализм. В ответ на вопрос, как вообще возник ваш сказочный реализм, Александр Алексеев сказал, это определение было придумано в 1994 году и просуществовало около 5-6 лет. Я себя легко в нем чувствовала, мне это нравилось. Тогда было много чернухи по телевидению, тяжелое, мрачное такое время, и мне казалось, что мрачная атмосфера нарушена нагнетается. И я подумала, что надо давать людям какие-то душевные продыхи. И мое творчество было тогда по-детски непосредственным и наивным, но с другой стороны оно хотя бы было позитивным. История нашего государства древняя, дальняя, и в этом плане нам есть на что посмотреть, есть на чем порассуждать, а не только очернительством заниматься. Поэтому мне и хотелось помочь себе и людям. Друзья, я гуляю по главному проспекту. Видите, замок, как расходят люди, там снег, а рядом искусство, а рядом красота. Посмотрите, какие яркие краски берет художник, изображая в своих работах матюрморки, русских царей, чего только нет. Я надеюсь, вам понравится эта выступка. И что-то новое для себя откроете. Залок этого прекрасного места. Перед вами прекрасная птица Сирин. Посмотрите, как пастозно наложены мазки. Какая она яркая, сочная. Вот она, какая представление Алексеева. С веточками сирени. Перед вами теперь другая картина Александра Алексеева. Называется Архангел Михаил. Видите, наш русский воин с мечом. Картина Алексеева «Казак». Видите, какой он бравый, сидит на лошади на белой. Такая красавица рядом с ним. Напоминает из Тихого Дона «Казака». Картина «Воскресный вечер». Так представляет вечер Алексеев. Посмотрите, как ярко написана картина. Сколько оттенков таких жизнерадостных, сочных. Вот посмотрите, как поближе он пишет. Как наложены мазки. Очень густо, пастозно. Вот сколько картин. Определенно мне нравятся работы Алексеева. Они такие жизнерадостные. Особенно, когда была такая серая-серая промозглая мартовская погода. Сейчас, конечно, выпал снег. Надо было красить. Такие картины, как у Алексеева, поднимают настроение. И сразу хочется жить, творить. А эта картина называется «Я на горку ушла». Красавица пошла за водой. Видите, как у них коромысло. Успевает русских женщин. Такая женщина и коня на скаку остановит, и в горячую избу войдет. Однозначно. Ну, а здесь уже рассматриваются проблемы городского заселения, индустриализация, слава труду. Причем трубы заводские такие яркие, тоже сочные. В стиле Александра Алексеева. Картина «Богородица». Она прямо как икона. Что-то взято из иконописи. И также привнесены стилистика, черты этого художника. Сочные фрукты. Называется «Синяя птица». Птица счастья. Восточная сказка. Смотрите, какие лошади. Двухголовые. Шутковатая картина. Смотрите, как лошадь смотрит. Место есть историческим картинам. Перед вами картина «Емельян Пугачев» и «Салават Юлаев». С юмором смотрит художник на образы новых русских. Так картина и называется. Новые русские. Красный пиджак, да? Малиновый еще говорится. Образ их жизни. Красотки такие на заднем плане. А вдалеке храм. Это ли правда новые русские? Прогулка перед вами. Женщина в красном, как она прекрасна. И мужчина тоже в красном. С синим лицом. Ну а теперь перед вами помещик Ноздри. Видите, как его видит художник? Ноздри какие-нибудь, да? Шампанское взрывает, сабли и машет. Мне кажется, он любит именно такие характеры русские. Перед вами ряд таких триптих, можно сказать, обнаженных тел. Картины такие интересные. Адам и Ева. А именно так отдыхают дамы на Лазурном берегу. Здесь интересно, что есть такая вот карусель, в которой можно покататься детям. За 100 рублей можно покататься. Какой же русский не любит быстрой езды? Картина называется «Поехали». Вот на таком мотоцикле едут. По деревне рассекают. Рядом собаки бегут, лают. Бабушка там на заднем плане стоит. Морозный день. Вот как дымят трубы. Видите, какой пар из ноздрей идет. Образы трактористов. Посмотрите, внизу домики. Портрет Сталина у него тут. Вот так выглядит образ плотника. Такой крепкий, как дубок. Сам как будто бы сделан из дерева. С мощными руками, с топором в руках. Такому у ребятам все по плечу. Посмотрите, какой образ. Заботливая хозяюшка здесь вышла покормить гусей. Все так сделано, как будто из пестрых ситцевых тканей. Соткана картина. Вот лучи солнца. Причем очень упрощает, да, написание солнышка. Вся картина пронизана солнцем, светом. Даже дополнительное солнышко изображено. Картина «Сенокос». Вот опять воспевание Руси, да. Вот какая Русь у нас красивая. Какие мужчины сильные. Косят зеленую траву. Точат. Видите, затупилась коса. А там уже в снопы складывают. Коровка вон. Буренка на дальнем плане. Травушка, муравушка. Косик. Картина написана в 2019 году. Заметил очень много измена свежих картин. Написаны в прошлом году. Образ колхозницы. И внизу тоже люди убирают. Скорость этой картины, насколько она пронизана светом, солнцем. Называется колхозницей. Посмотрите внимательно, как прописано. Она вся в лучах, светлых солнцем. Как будто золото золотится. Картина «Хлеб да соль». Вот так именно встречали новобрачных. Посмотрите, какие красивые. Нарядные. Так, сейчас посмотрим следующую работу. Посмотрите, какая уютная картина. Стала женщина с утра, чья-то мамочка. И печет ватрушки своим деткам. А там кошка-муренка проснулась. Потягивается с теплой печки. А уже огонь вон там. И какая-то каша, по-моему, поспела. Аромат идет от нее. Пар. А хозяйка разрумянилась. Тесто размешивает. Мука тут. Ватрушечки. Самовар, как будто бы вот живой. Какой он объемный. И посмотрите, как написано объемный. Картина «По воду». Собралась красавица за водой. Вот она уже несет ведра. Фуфаечка у нее. Посмотрите, даже вот в обычной фуфайке сколько цвет. Идет красавица. Ровно спинку несет. Воду. Картина «Сеятель». Многие художники любили изображать этот сюжет. Вот она, Русь. Русский мужик сеет. Хлеб потом будет. Жизнь будет. Дом. Вдалеке крестьянин работает. Такая картина «Сеятель». Написана в 2019 году. Картина художника очень оптимистичная. Мне понравилась эта выставка. Определенно буду рекомендовать всем сходить на нее. Работа сочная, яркая. Каждая притягивает. Хочется ее рассмотреть поподробнее. Смотреть, какие цвета использует художник. Как он смело берет мазок. Получается у него удивительная работа. На моей спине даже Петр Первый стоит. Большая фигура. Вот мы потом поближе подойдем, рассмотрим. Знаменитое прощание славянки. Видите, прощается мама. Сына на фронт отправляют. Сколько муки. Горе у нее. Как она хочет, чтобы ее сын вернулся когда-нибудь с войны. Да, накануне такого огромного юбилея Победы. 75 лет. Да, картина очень актуальна. Пронзительно звучит. Картина называется «12». Посмотрите, сколько лиц. А здесь как раз на улице праздник. С фронта вернулись бойцы. Посмотрите, как рады девушки, как их обнимают. Тут же гармонист сидит. Тут уже пришел с фронта. Везде калека сидит. Вспоминают тех, кто не вернулся. Громкоговоритель. А вот здесь мать, которая не дождалась своего сына или мужа с фронта. Вот счастливые молодые лица. И цветет сирень. Здесь всегда играет музыка. Здорово. Вот семья Ивановой. И коза-то у них есть, и мужчина гармонист, и лошадь есть. А самое главное, жена, да еще с малышом. Красавец тоже. У козы такое забавное лицо. Смотрите. И зубки такие. Крошки заснеженные. И мать, наверное, Иванова стоит рядом. Не похоже. Мила сына. Такие картины пишет художник. Прекрасная выставка. Алексеева никого не оставит равнодушной. Приходите на выставку и убедитесь в этом сане. Ой, Петр Первый здесь большой стоит. Видите? Так оформлены потолки. Сейчас с вами посмотрим автомобиль. А сейчас покажу вам шикарный автомобиль. Сделан в Детройте, Мичиган, США. Аскарт Мотор Компани. На таком голливудские дивы катались. Сейчас посмотрим на две стороны. А за окном мартовская зима. Ребята, видите? Какой автомобиль натуральное величие? По сравнению со мной можете сравнить. Друзья, спасибо всем тем, кто путешествовал со мной вместе. А на сегодня все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!